Задача Найти расстояние от точки А до плоскости, заданной следами У нас есть плоскость, вот ее два следа И у нас есть точка, две ее проекции Фронтальная и горизонтальная Мы умеем делать и находить расстояние Если плоскость у нас задана, например, плоской фигурой, треугольником Чаще всего так делали Но подобным образом решается и задача в этом случае Нам необходимо построить сначала проекции перпендикуляра Проекции перпендикуляра будут перпендикулярны следам Значит, проводим первую проекцию перпендикуляра Перпендикулярно следу И дальше, ну пока оставим так На горизонтальной плоскости проекции тоже проведем проекцию Перпендикулярно следу Провели Перпендикулярно следу Ну и эту проекцию продлим немного здесь И, соответственно, продлим немного здесь Вот так продлим Дальше у нас есть вот здесь прямой угол Значит, давайте мы его отметим Чтобы мы это не потеряли и знали дальше Значит, вот здесь у нас должен быть угол 90 градусов И, соответственно, вот здесь Такой же угол равный 90 градусов Теперь, что мы имеем Мы имеем проекции прямой, проведенной через точку А Которая перпендикулярна плоскости Ну, теперь как-то надо найти точку пересечения этой прямой с плоскостью Для этого, чтобы это сделать То мы заключим вот эту точку Эту прямую в плоскость проецирующую Фронтально проецирующую Вот я обозначил, что я заключаю эту прямую Во фронтально проецирующую плоскость И теперь найдем, где будут у нас, соответственно Линии пересечения плоскостей Для этого, вот я продлил проекцию до пересечения с осью И это у нас будет след этой фронтально проецирующей плоскости След на горизонтальной плоскости у нас будет Под прямым углом располагаться Раз это плоскость фронтально проецирующая И продлим след здесь в горизонтальной плоскости Вот его продлим дальше Продлили Значит, мы получили точку Вот эта точка принадлежит линии пересечения Дальше получили здесь тоже вот точку Эта точка принадлежит линии пересечения Найдем положение точки Ну давайте ее обозначим так Это будет у нас точка Назовем ее точка 1, проекция 2 А это будет у нас точка 2, проекция 1 Это будет точка 2, проекция 2 И пока все Значит, найдем проекцию точки 1 На горизонтальной плоскости проекции Это будет проекция лежать у нас где? На оси в данном случае Значит, мы можем провести до пересечения До пересечения Вот так И здесь поставить Отметить точку Значит, мы эту точку скопируем Перенесем вниз И назовем ее Проекция 1 1 Есть И теперь мы можем построить Проекцию линии пересечения Соединив 2, 1 и 1, 1 Вот, это проекция линии пересечения Так, подровняем ее, чтобы красиво было До центра А теперь давайте порассуждаем Вот у нас есть плоскость Вот она Давайте ее как-то выделим И вот эта плоскость Ну, выделим ее, допустим, красным У нас есть одна плоскость Есть вторая плоскость И есть у них линия пересечения Вот эта линия пересечения И у нас еще есть Прямая Которая Пересекает линию пересечения Вот в этой точечке Здесь будет одна единственная точка Которая принадлежит Одновременно И линии пересечения Принадлежит И Принадлежит Одновременно Плоскости Фронтально проецирующей Значит, можем мы вот эту точку утверждать Что это будет точка пересечения В нашей прямой С плоскостью Исходной заданной Ну, осталось нам сделать что? Найти вторую проекцию Этой Точки Где она будет лежать? Будет лежать у нас Вот здесь Подпишем То, что у нас получилось Ну, назовем эту точку Допустим К Проекция 2 И здесь она будет у нас К Проекция 1 Все Где наше решение? Теперь осталось его выделить Ну, давайте мы его сейчас выделим И выделим его Каким-то цветом Ну, так у нас Мы все использовали Ну, давайте желтым Да, выделим Которым мы не использовали Вот у нас проекция Будет идти отсюда До точки А И Вторая проекция Будет идти у нас От точки К До точки А Вот желтым цветом Как раз и обозначено Это расстояние От Точки До плоскости Но у нас спрашивается Расстояние То мы должны Сделать что? Ну, конкретно Определить цифру И для этого Можно разными способами Найти величину Ну, я, например Возьму эту величину Определю Методом Прямоугольного Треугольника Определяю Превышение Точки А Вот оно 58 миллиметров И теперь Отложу под Прямым углом Вот здесь Эти 58 миллиметров Ну, я Отрезочек Отложил Ну, надо было Не так сделать Наверное Сразу его Посчитать Отложить Отрезок Перпендикулярный Вот сюда И задать ему Длину 58 Миллиметров Теперь этот Отрезочек Осталось Что? Перенести Так, чтобы он Стоял у нас В точке А И теперь Соединить Полученную Точку С точкой К И измерить То, что у нас Получилось Вот это Расстояние Это и будет Расстояние До Плоскости 86 Миллиметров Все Задача Решена Продолжение следует